Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 февраля. Житие святого благоверного князя Романа Угличского чудотворца. Светой благоверный князь Роман Угличский жил в тяжкую пору нашествия татар на русскую землю. Он был второй сын второго угличского удельного князя Владимира Константиновича и внук Константина Всеволодовича. Сначала удельного князя Ростовского, Ярославского и Угличского, а потом великого князя Владимирского. Владимир Константинович получил в удел Угличе поле, или город Углич, в раннем детстве. Ступив в брак с княжной Фатинией, он имел двух сыновей Андрея и Романа. В княжении в Угличе Владимира разразилась страшная гроза над русской землей, а вместе и над Угличем. Баты по разорению Москвы и Владимира. Избиение здесь семьи великого князя двинулся за Волгу, куда великий князь Юрий Всеволодович удалился, собирая войска. На этом пути татары подчинили своей власти все попадавшиеся города, а те, которые не хотели покоряться, разоряли и избивали их жителей. Ввиду явной неотвратимой опасности, Угличский князь Владимир решил не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Впрочем, сам он с семейством не хотел вынести позора и искал спасения на севере, удалившись в Новгородские пределы. После несчастной битвы на реке Сити и гибели великого князя Юрия, русские князья должны были признать власть татары, платить им дань. Этой участи должен был покориться и угличский князь, который по удалению Батыя на юг, подобно другим князьям, по минованию опасности, вернулся в Углич и стал править уже как подручник хана. Неизвестно, ходил ли князь Владимир в Орду с изъявлением покорности хану, как это требовалось, и как должны были делать все владительные князья. Предание, записанное в пространном житии, гласит, что в Орду Владимир не пошел. Но во избежание ответственности не оставался и в Угличе, а проживал по другим городам и скончался во Владимире в 1249 году, 27 декабря. Тело его тогда же было перенесено женой и детьми в Угличе, погребенном в Преображенском соборе. Детство благоверного князя Романа, как и его старшего брата Андрея, прошло таким образом среди страшных тревог и бедствий. Больше в изгнании и странствах у них, чем в спокойном пребывании с родителями в Угличе. По смерти Владимира Угличским князем стал старший сын его Андрей, которому было всего 16 лет. Но при нем находилась мать его, которая и руководила детьми. Андрей скончался в 1261 году, не оставив детей. И Угличское княжение досталось брату его Роману, который имел тогда 26 лет от роду. Возросший в благочестивой семье князя Владимира Константиновича среди страшных тревог и испытаний, приведший немало времени странствования, проведший князь, Роман отличался благочестием и не питал большой склонности к шумной жизни и веселью. Будучи достаточно просвещенным, он занимался чтением книг, любил храмы Божии, духовенства и службу церковную. К его княжению относят построение многих церквей в Угличе и в пределах Угличского княжества, которое при нем пользовалось миром, насколько это было возможно в тяжелое время татарского владычества. Власть князя Романа, кроме Углича, простиралась и на другие города – Кашин, Бежицкий верх, Устюжный, Дмитров, Зинегород. Ему же принадлежит построение нового города Романово на левом высоком берегу Волги против слободы Бориса Глебской. Князь Роман отличался благотворительностью, заботился об устроении богоделин и страноприимных домов. В 1265 году князь Роман сочетался браком с княжной Александрой, но потомства не имел. Вместе с ним в Угличе жила благочестивая его мать, княгиня Фатиния, которая под старость приняла иноческий чин с именем Евдокия. В 1278 году скончалась и погребена была в Угличе подле своего супруга. В 1281 году князь Роман лишился и своей супруги Александра и доживал последние свои годы в одиночестве, предаваясь делам и подвигам благочестия. Блаженная кончина его последовала 3 февраля 1285 года. К великой печали его подданных и родственных князей, которые любили и почитали его, тело князя Романа положено было в соборном храме Преображения Господня рядом с гробницами его отца, матери, брата и супруги. Ровно через 200 лет после кончины князя Романа, именно в 1485 году, угличский князь Андрей Васильевич приступил к постройке нового уже каменного собора Преображения Господня в крепости города Угличе. При копании рва для основания нового храма Бог даровал князю Андрею обрести нетленные мощи князя Романа, которые были потом поставлены в новопостроенном храме и лежали здесь целы и невредимы более 120 лет. От этих нетленных мощей истекали многочисленные чудесные исцеления от различных болезней. Как жители Углича, так и окрестных мест благоговейно чтили мощи святого князя, но свидетельства соцарной церковной власти не было. После убиения царевича Дмитрия в Угличе в конце 16 и 1 годах 17 столетия стали особенно часто повторяться чудесные исцеления больных, притекавших к мощам святого князя Романа. Слава об этих чудесах распространялась повсюду, и патриарх Иов поручил казанскому митрополиту Гермогену освидетельствовать на месте святые мощи из Казани о чудесах. После этого освидетельствованный святейший патриарх Иов благословил сосать, житие, стихиры и канон святому роману, а равные описания чудес его 3 февраля 1605 года. В 1609 году город Углич постигло великое бедствие, как и всю тогдашнюю Русь, литовское разорение. Город Углич был взят, жители во множестве перебиты, а дома крепости храма Божия пограблены и пожжены. Враги ворвались и в Преображенский собор, разграбили многое и пожгли, а нарочито мощи святого князя Романа, покоившихся там, благочестивые почитатели святого Романа собрали обожженные кости его мощей, главы, рёб, рук и ног, положили в новую раку и опять поставили в соборном храме Преображение, где они и покоятся до настоящего времени. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.